Сибиряки выстроились в очереди за ипотекой. Жилищные кредиты пока выдают по относительно низким ставкам не выше 6,5% годовых. Как это повлияло на рынок недвижимости, узнал Александр Сульдин. В офисе агентства недвижимости тишина. Сотрудники на встречах с клиентами. Горячая пора. Ипотечный ажиотаж. С начала года ввели три федеральные программы. Жилищные кредиты стали намного доступнее. Ставка от почти 3% годовых. Вторичное жилье это 8,9, 9,2 где-то вот так вот. Такой процент. То есть такой момент еще. Если раньше все-таки большим спросом пользовалось вторичное жилье, люди хотели переехать в готовое, то на сегодняшний день с учетом этих льготных программ, первичное жилье тоже пользуется очень большим спросом. То есть прям увеличение спроса заметно произошло. Семейная ипотека от 4,9% годовых. Это для тех, у кого второй ребенок родился совсем недавно. Кредиты с господдержкой. Максимум 6,5% для всех. Обе программы только для покупки новостроек. Уже сейчас ясно. Мрачные прогнозы экспертов о падении строительного рынка, которые те давали в прошлом году, не оправдались. Жилье продолжают строить. Более того, сдали заметно больше. Связано это с государственным субсидированием ипотеки. Из федерального бюджета банкам дают деньги, на которые те компенсируют выпадающие из-за снижения ипотечного процента доходы. Спрос рождает предложение. Количество желающих купить новую квартиру выросло. За первые 4 месяца этого года в банках на 20% больше заявок на ипотеку, чем с января по апрель прошлого. Уже сейчас мы видим, что новая программа поддерживает ипотечный спрос жителей региона. Достаточно сравнить два показателя. В январе-апреле 2020 года жители региона получили 2465 ипотечных кредитов на квартиры первоначального рынка. За время действия новой программы, чуть больше месяца, банки уже одобрили 2385 таких кредитов. Частично они выданы. Рекордно низкая ставка по госпрограмме сельхоз ипотека от 2,7%. В Сбербанке лимит кончился за 8 часов. Однако скоро кредиты по ней снова начнут выдавать. По сельхоз ипотеку, если мы ее затронем, лимиты там будут пересмотрены. Сейчас утверждаются они. Дадут там не только трем банкам. Также предстоит пересмотр территорий. Тенденция к снижению будет в порядке, может быть, еще месяца-полтора. Льготная ипотека для всех работает только до 1 ноября. Вырастут ли ставки после этой даты, пока неизвестно. Александр Сульдин, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Продолжение следует...